МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Анны Рязанова. Главные темы к этому часу таковы. Двадцать два человека утонули в водоемах Архангельска с начала лета. Семеро из них дети, где в городе и области можно безопасно купаться. Десять миллионов рублей на ремонт получила Новодвинская больница. Работы уже ведутся в операционном блоке и инфекционном отделении. 215 спортсменов из Архангельской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Ухты в Устьянской Малиновке прошли соревнования по лыжи-роллерам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 22 человека утонули в водоемах Архангельска с начала лета. Семеро из них дети. Разрешенных мест для купания все меньше. Спасатели напоминают пляжи, как речные, так и морские, непригодные для отдыха жителей региона. В черте города Архангельска, в основном в местах отдыха горожан, обнаружены микроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания. Единственная точка, где мы не обнаружили микробы, это остров Краснофлотский со стороны микрорайона Варавина. В Архангельской области только 8 официально открытых пляжей на территории областной столицы таковых нет. К другим темам 10 миллионов рублей. На ремонт получила Новодвинская больница. Средства выделены из федерального бюджета. В планах заменить покрытие, обновить стены и лестничные пролеты. Работы уже ведутся в операционном блоке и инфекционном отделении. В этом году мы получили целевые денежные средства на противопожарную безопасность. У нас очень большая потребность в выполнении работ не только противопожарной безопасности, но и по работе по отделению. Поэтому мы взяли самые большие объекты и самые большие направления. Это ремонт, пути эвакуации. Пути эвакуации – это все коридоры. Поликлиника для взрослых также будет отремонтирована. Подрядчик завершит все работы до сентября. Что такое русская мечта? В поисках ответа на этот вопрос наш регион посетил известный политик, писатель, журналист и общественный деятель Александр Проханов. Для своего документального фильма Проханов выбрал несколько регионов, в том числе и Малоненецкий округ, Республику Марий-Эл, Белгородскую, Псковскую и Архангельскую области. Земля действительно досталась не только с большим внутренним духом, но и с большой ответственностью все время соответствовать тому, что тебе дано в управление, доверено президентам и людьми. Эта мечта складывается из сгустков энергии, которые собирает в себе Земля. Эти сгустки могут быть и реальные объекты, о которых я говорил с губернатором. В Архангельском губернии, Плесецк, Севмаш, Алмазы. Но этими сгустками могут быть и места рождения великих людей. Дальше в планах у журналиста посетить Севмаш, космодром Плесецка, а также побывать в Карго, полицикл документальных фильмов. О русской мечте выйдет уже этой осенью. Уголовное дело в отношении экс-директора Вельского анкома Владимира Григорьева завел региональный следком причины неуплаты налогов на сумму более чем 28 миллионов рублей. Сейчас следователи изучают финансовую отчетность и документацию предприятия. Устанавливаются обстоятельства преступления. Уголовный кодекс Российской Федерации за указанное преступление предусматривает наказание от штрафа до 6 лет лишения свободы. Сохранение духовных ценностей и родовых традиций. Конкурс «Семейная реликвия» уже в шестой раз прошел в России. Среди 390 участников высшую награду завоевала работа архангелогородки Софии Дрюпиной. Она создала фильм о морском кортике своего прадеда, участника Великой Отечественной войны. Семейная реликвия архангелогородцев Дрюпиных – вот этот морской кортик. Вместе со званием офицера его получил прадед Софии Николай Дрюпин – мичман Северного флота и герой Великой Отечественной войны. Боевую службу он проходил на островах Новой Земли, охранял арктическое побережье от немецких бомбардировщиков и подводных лодок. Поэтому, когда Софии предложили принять участие в конкурсе «Семейная реликвия», даже не было раздумий. Девушка решила снять фильм о своем прадедушке. Научный руководитель идею поддержала. Дети должны знать историю семьи. Почему? Потому что защищали-то они родину, да, но каждый в душе, даже выбегая из окопа, стреляя, кричали за родину. А в душе-то они за мой дом родной, за мою маму, за мою сестру, за моих детей. В создании фильма Софии помогала мама. И вот победа. Сначала на региональном этапе конкурса, а затем и на всероссийском. Мы никогда не побеждали, у меня даже в мыслях не было. Нам поставили цель. Надо сделать. Значит, все, идем и делаем. Страсть к морю у Дрюпиных в крови. София стала кадетом и теперь носит морской китель, как когда-то и ее прадед. Я мечтаю быть похожа на моего прадеда Дрюпина Николая Васильевича в делах и в поступках. И мечтаю быть хранителем семейной реликвии. Сегодня главная мечта Софии – стать военным и однажды, как прадедушка, пройти маршем по Красной площади. Михаил Меньшинин, Анна Чертова, Александр Кузнецов. Регион 29. Один из самых популярных индийских праздников – Холидэй. Получил прописку в Котласе много лет подряд. Его проводят ценители индийской культуры и искусства. Из-за пестроты и насыщенности в России это действие принято называть фестивалем красок в яркие. Это она раскрасилась и Елена Кермич. Ярко-желтые, красные, зеленые, синие – безумие цвета и улыбок – традиционные составляющие фестиваля Холидэй. В этом году участие в нем приняли сотни катлашан. Безудержно обливали себя красками не только дети, но и взрослые. Сейчас все просто супер-класс, вообще просто эмоции зашкаливают. Вообще просто супер. Я первый раз и мне здесь очень нравится. Что вам нравится? Ну, перестрелки. Это когда ты в кого-то стреляешь, а в тебя обратно прилетает. Холи – один из старейших и главных праздников Индии. Он упоминается еще в древних санскритских текстах. Первые свидетельства о фестивале красок выгравированы на камне за 300 лет до нашей эры. С тех пор традиции мало поменялись. Придерживаются индийских канонов и организаторы Холи в Котласе. Часто мы в Индии бываем. Но там Холи одинаковые, только там белая одежда бывает. Все одевают белая одежда, но краски все бросают друг к другу. Индийские Холи – это русская масленица, говорят специалисты. Главным атрибутом обоих праздников является сжигание чучела. Чучело Холики – так называется демоница, которая была противницей бога Вишну. Праздник красок Холи отмечают красочными парадами в сопровождении народных песен, танцев и общего веселья. Участники Холи осыпают друг друга яркими красящими порошками гулов, которые делают из кукурузной муки мелкого помола. Кубликации индийской культурой, узнавать что-то новое – это очень интересно. И для меня это очень важно. За три часа котлашане вылили друг на друга больше тонны красок. Видимо, столько же ушло дома порошка, мыла и шампуни, чтобы отмыть следы красочного праздника. Елена Кермич, Александр Потюков, Регион 29, Котлас. Первые соревнования лыжи-роллеров в Европе прошли в 70-х годах прошлого столетия. Зародился вид спорта в Италии. Именно там произвели роликовые лыжи, а в Архангельскую область этот вид спорта пришел 12 лет назад. Именно тогда в Устьянской Малиновке прошли первые состязания лыжи-роллеров. В этом году побороться за призовые места на областные соревнования съехались более 200 спортсменов. Лада Романова продолжит тему. В состязаниях приняли участие 215 спортсменов из Архангельской области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Ухты. Уровень спортсменов – это уровень спортивных школ здесь участвуют. Такие взрослые спортсмены, сильные, они здесь не бегают. То есть и лев несложный, но и, соответственно, ребята, которые занимаются в спортивных школах, представляют основную массу этих соревнований. Традиционно организатором стартов в 12-й раз стала Устьянская детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва. Раньше кросс проходил в рамках спортивного оздоровительного лагеря. Затем соревнования стали районными, а последние пять лет гонка вышла на областной уровень. В этом году условия безопасности возросли у нас. То есть у нас здесь и рамки металлоискателя присутствуют, и такой допуск на трассе ограничен. С погодой в этот год повезло. Однако участники говорят, что соперничать на такой жаре было непросто. Бежала не просто, потому что руки устали, и жарко было. Так что очень душно, жарко, из-за этого тяжеловато. Победителем среди юношей стал Денис Третьяков из поселка Кемске Устьянского района. За 8,5 минут он преодолел дистанцию в 3 километра и стал первым на лыжероллерной трассе. Я не знаю, я даже сам не ожидал, что так получится. Я старался, что мне не рамп отказывали. И тем самым получил, 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 получил. Владлена Романова, Регион 29. К этому часу это все новости. Не прощаюсь. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова